МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы установили личность террориста. Все данные указывают на то, что он активный сторонник ИГИЛ. Сила абсурда. В Москве полицейские разлучили мать со своим младенцем. Документы украдены и доказать родство невозможно. Посольство Узбекистана вмешалось, но результатов пока нет. Полицейские не начали задавать вопросы. Мой ли это ребенок? Якобы ребенок у меня не похож. Целительный обмен. Таджикские врачи осваивают искусство трансплантологии. По всей стране открываются профильные центры, а в страну потянулись пациенты из-за рубежа. Варианты тоже многие были. Там турки еще больше, некоторые страны сказали, чтобы быстрее здоровы. И ближе к нам, ближе к Таджикистан. Готовишь тоже ты? Стираешь тоже ты? Всем миром девочка и чурек из Кыргызстана больше не собирает пакеты на рынке и ходит в школу. Настоящая история о любви к ближнему, стойкости и сострадании. Теперь я провожу тренинги в Центре защиты детей на тему «Моя любимая семья». Ледяная сказка. В Астане силами местных умельцев построили ледовый городок. Если не приглашать специалистов из-за рубежа, выходит красивее и значительно дешевле. Городки были выстроены своими силами, с участием наших художников, профессионалов. Власти Турции вышли на подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Рейна в Стамбуле. Турецкие информационные агентства сообщают его имя. Это гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу-Мухаммед Хурасан. Вероятно, он связан с группировкой «Исламское государство». Полиция также публикует дополнительные подробности новогодней трагедии. Известно, что террорист выпустил около 180 пуль, после чего добрался до кухни клуба и скрылся через заднюю дверь. Атака на клуб была тщательно подготовлена. В Стамбул Абдулгадир Машарипов прибыл из турецкой провинции Конья. Там существует ячейка ИГИЛа, в которую входят преимущественно выходцы из Узбекистана. Именно эти люди помогли исполнителю подготовиться к нападению, после чего прикрывали его отходные пути. Ранее турецкие власти подозревали в массовом убийстве выходца из Кыргызстана Ехьо Машарипова. В СМИ даже были опубликованы фотографии его документов. Однако сам Машарипов заявил, что в момент нападения на посетителей ночного клуба его в Турции не было. Позднее спецслужбы Кыргызстана подтвердили его непричастность к нападению. В Израиле похоронили жертв нападения в Иерусалиме. Все погибшие, трое девушек и юноша, проходили срочную службу в армии обороны Израиля. Вместе с группой сослуживцев, слушателей офицерских курсов, они приехали в город на экскурсию. На церемонии похорон собрались сотни израильтян. Тем временем в больницах Иерусалима продолжают оставаться пятеро человек, получивших серьезные травмы в тот момент, когда грузовик въехал в группу военных. Власти назвали это терактом. Мы хотим, чтобы все это наконец закончилось, все это кровопролитие. Они убивают людей, используя грузовики, оружие и ножи. Они убивают детей и взрослых, матерей и отцов. Они убивают 20-летних ребят военнослужащих. Это безумие, это необходимо прекратить. Личность палестинца, находившегося за рулем грузовика, установлена. Это 28-летний житель Восточного Иерусалима. Через несколько часов после атаки израильские силовики провели рейд восточной арабской части города. В районе, где проживал экстремист, арестованы не менее 10 человек. Они, как полагают спецслужбы, могли знать о готовящемся нападении. Как ожидается, в скором времени будет принято судебное решение о разрушении дома исполнителя теракта. А его тело, согласно решению правительства Израиля, пока не будет выдано родственникам для похорон. Минувшей ночью в Иерусалиме, вдоль границы между еврейскими и арабскими кварталами, вновь были установлены заграждения и усилен пропускной режим. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что между произошедшим в Иерусалиме и прошлогодними атаками с использованием грузовиков в Европе просматривается четкая связь. Мы находимся на месте варварского кровавого теракта. Здесь погибли четверо военнослужащих, три девушки и парень. Мы установили личность террориста. Все данные указывают на то, что он активный сторонник ИГИЛ. Это нападение еще одно звено в цепи терактов. И, несомненно, есть связь между тем, что произошло в Ницце, Берлине и теперь в Иерусалиме. Российские полицейские снова отобрали ребенка у мигрантки. Две недели назад у гражданки Узбекистана, Нилу Фарма Масаидовой, забрали годовалую дочь и отправили девочку в городскую инфекционную больницу. Все это время матери не позволяют даже навестить своего младенца. Представитель посольства Узбекистана в Москве заявил, что консульский отдел, цитирую, плотно занимается этим вопросом. Напомним, 23 декабря Нилу Фарма Масаидова обратилась в районное отделение полиции Москвы с заявлением об ограблении ее съемной квартиры. По ее словам, воры вынесли практически все, в том числе и документы Масаидовой и ее годовалой дочери. 23 числа произошла кража документов. Я обратилась в отдел полиции района Кунцева. Но когда хотела написать заявление, у меня попросили документы. На тот момент не было ни своих документов, ни документов о рождении ребенка. Их украли. После этого полицейские мне начали задавать вопросы, мой ли это ребенок, якобы ребенок на меня не похож. Нилу Фарма Масаидову из-за отсутствия документов полицейские на трое суток поместили в камеру предварительного заключения. А к ее дочери вызвали скорую помощь. Врачи заявили, что у девочки высокая температура и отправили ее в больницу. Как утверждает мать девочки, ребенок на момент прихода в полицию был абсолютно здоров, но ее не послушали и изъяли девочку. Несмотря на то, что 5 января Масаидова получила справку о подтверждении ее официального статуса в России, ей было отказано в возвращении ребенка, так как эта справка не подтверждает их родство. Не удалось получить документы и в московском родильном доме, где год назад девочка появилась на свет. Там заявили, что архивные документы выдаются только по распоряжению главврача, который в настоящее время отдыхает. Кроме того, во время изъятия девочки полиция оформила акт о том, что ребенок является беспризорным. У фальсификации, можно сказать, потому что ребенок не был беспризорным. Он находился при матери, и мать с ним приехала в отделение полиции. Но только что нам был продемонстрирован акт о беспризорности, подписанный начальником УВД района Кунцева. В октябре 2015 года Таджикистан был потрясен историей пятимесячного у Марали Назарова. Ребенка таджикских мигрантов полицейские в Санкт-Петербурге отобрали у родителей на основании отсутствия у тех документов на проживание в России. Мальчика поместили в детскую больницу, где он неожиданно умер. По факту гибели младенца было заведено уголовное дело. Но спустя год его закрыли, так и не найдя виновных. В казахстанском городе Шимкент обрушился двухэтажный дом. ЧП произошло около четырех утра. Причиной стал взрыв газового баллона. В результате четверо человек пострадали и находятся в больнице. Еще одна женщина скончалась на месте от полученных травм. Это вторая трагедия в стране за 10 дней наступившего года, которая произошла из-за отсутствия центрального отопления. 1 января в городе Шахан Карагандинской области из-за взрыва самодельной котельной, размещенной в подвале многоэтажки, обрушился подъезд дома. Погибли 9 человек, среди которых 2 младенца и 6-летний мальчик. Из-под завалов спасли 5 человек, из них 2 детей. В числе спасенных 32-летний инвалид Александр Галышев. Спасатели обнаружили его после 10 часов поисков. Под завалами погибли его отец и племянник. В обрушившемся пятиэтажном доме, построенном 30 лет назад, проживало 118 человек. В основном это семьи шахтеров. Все они сейчас находятся в пунктах временного размещения. Жители страны начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Мы сейчас понимаем, что это же не только частный случай. Это не только в одном доме, насколько известно, а в поселке Шахан вообще нет центрального отопления. И поэтому во многих городах люди просто вынуждены ставить котлы, такие системы отопления, или даже буржуйки в своих домах, чтобы просто выживать. Это, конечно, печальный факт, но то, что сейчас происходит, это есть, на мой взгляд, начало такого гражданского общества, когда мы помогаем друг другу, и я думаю, что все будет хорошо. После трагедии в Шахане по всей стране была объявлена проверка отопительных котлов в многоэтажках. Эксперты, работающие на месте трагедии, уже заявили, что дом, где произошел взрыв, был пригоден для проживания. Тем временем, Министерство национальной экономики Казахстана, которое курирует вопросы строительства и ЖКХ, не знают, в каких именно регионах страны есть подобные самодельные системы отопления. Тема отопления есть во многих городах, мы точно не сказать не можем. Их учет, порядок учета установлен в соответствии с постановлением правительства. Их осуществляет орган территориальной промышленной безопасности и местный исполнительный орган. Поэтому количество, которых вот таких автономных систем отопления, это вот ставит на учет местный орган. А порядка, если вы хотите знать, сколько котельных, которые уже есть автономные системы отопления, есть котельные до 100 калорий. А котельные вот такие, которые дают нам местные органы, которые дают в порядке своего отчета, это где-то порядка 6 тысяч котельных по республике. Никакой более конкретной информации представитель министерства так и не смог предоставить. До сих пор непонятно, кто будет отвечать за гибель людей. А главное, что намерены делать власти, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Корреспонденты программы «Настоящее время Азия» будут следить за расследованием и намерены разобраться в этих вопросах. Далее в программе. Отцелительный обмен. Тадживские врачи осваивают искусство трансплантологии. По всей стране открываются профильные центры, а в страну потянулись пациенты из-за рубежа. Варианты тоже многие были. Там турки еще больше, некоторые страны сказали. Ну, чтобы быстрее здоровы. И ближе к нам, ближе к Таджикистану. Готовишь тоже ты? Стираешь тоже ты? Всем миром. Девочка и чурек из Кыргызстана больше не собирает пакеты на рынке и ходит в школу. Настоящая история о любви к ближнему, стойкости и сострадании. Теперь я провожу тренинг в Центре защиты детей на тему «Моя любимая семья». Ледяная сказка. В Астане силами местных умельцев построили ледовый городок. Если не приглашать специалистов из-за рубежа, выходят красивее и значительно дешевле. Городки были выстроены своими силами, с участием наших художников, профессионалов. В Узбекистане отложили смягчение визового режима для 27 стран. Отмена виз для туристов, прибывающих в Узбекистан, которая должна была вступить в силу с 1 апреля этого года, отложена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Напомним, что предыдущий указ главы государства позволил бы с 1 апреля 2017 года находиться без визы в течение 30 дней на территории Узбекистана гражданам 15 стран. Кроме того, безвизовый режим должен был быть доступен для граждан 12 стран старше 55 лет. Новый указ отложил это решение на 4 года. Одной из причин власти назвали обеспечение безопасности жизни и здоровья иностранных туристов и граждан республики. В Таджикистане начали открываться новые отделения трансплантологии. Первые операции по пересадке почек и печени в республике провели 5 лет назад. С тех пор трансплантология в Таджикистане находится под личным контролем президента. В республике проведено уже более 300 подобных операций. Однако местные трансплантологи заявляют, что количество нуждающихся в пересадке органов в разы больше. Репортаж Ануширвона Арипова. У нас варианты тоже многие были. Но там турки еще больше, некоторые страны сказали. Ну, чтобы быстрее, здоровее, надо, 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 вот. И ближе к нам, ближе Таджикистан. Одилбеку жителю Кыргызстана провели трансплантацию почки в этой клинической больнице на юге Таджикистана. Операция прошла успешно, и уже в ближайшие дни он вернется на родину. Обратиться именно сюда ему посоветовал родной дядя, которому также пересадили почку в Дангаре. Наглядный пример родственника близость Таджикистана к дому и цена в 7,5 тысяч долларов. В других странах минимум вдвое дороже. Все это повлияло на принятие решения. Поэтому Таджикистан. Потому что хотел брата ту жизнь спасать. Он же мой брат. Почку Одилбеку пожертвовал его сводный брат Гуль Абдуло. В Таджикистане разрешена только родственная трансплантация. Пересаживать органы умерших людей, а также коммерческие трансплантации запрещены. Власти боятся невольно создать черный рынок органов. Поэтому ни о каких послаблениях в этой сфере речь не идет. Наши цены сами минимальными считаются. И по регионе, и по всему миру. Для иностранцев по суммонии у нас 59 тысяч 882 суммонии. А для граждан нашей страны 47 тысяч 882 тысяч суммонии. Это где-то получается для иностранных граждан в порядке 7 тысяч 500 долларов. Это самая низкая цена. По словам таджических трансплантологов, низкая цена на операции по пересадке почек и печени обусловлена мощной господдержкой. Направление находится под контролем президента страны Эмумали Рахмона. Хирурги получают возможность специализации, приобретается новейшее оборудование. Все наши специалисты, в том числе 5 специалистов, которые работают в нашем отделении, все прошли специализацию в Российской Федерации, в городе Москве, в институте Склифосовского, в институте Шумакова. Все аппараты новые и все куплены из Германии и Америки. Они отвечают всем мировым стандартам. Всего за 5,5 лет с момента создания центра по трансплантации органов Душамбе было проведено порядка 300 операций по пересадке почек и 15 печени. Подобные центры должны быть созданы в каждой области страны, говорят врачи. Этот, что в Донгаринском районе на юге Таджикистана, действует уже год. И здесь провели 17 операций. Следующий центр, согласно планам, будет создан на севере, в Сахдийской области. Организация таких отделений в регионах тоже является прямым указанием нашего президента в связи с тем, чтобы больные из местности, из селов, из районов не добрались до центра и чтобы высококвалифицированные специалисты могли им оказать квалифицированную помощь на месте. В республике население не особо доверяет местным врачам, предпочитая ездить в Индию и страны Европы, переплачивая за операцию в несколько раз. К тому же, несмотря на темпы развития трансплантологии в Таджикистане, местные специалисты пока не могут обслужить половины нуждающихся в операции граждан страны. На то, чтобы заработать доверие пациентов и увеличить количество хирургов-трансплантологов, могут уйти годы. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Православные казахстанцы на минувших выходных отметили один из главных церковных праздников – Рождество Христово. В ночь на 7 января митрополит астанайский и казахстанский Александр совершил праздничную божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе в Алма-Ате. По информации представителей православной церкви, участие в торжественном богослужении приняли более 5000 жителей страны. Среди них представители местной администрации и Семереченское казачество. Служба началась накануне в 23 часа и продлилась до глубокой ночи. В Казахстане православное Рождество отмечается как религиозный праздник наряду с первым днем Курбанайта и является выходным днем. Оба этих праздника для жителей страны являются одинаково важными и почитаемыми, несмотря на вероисповедание. Мы выносим оттуда душевное состояние, которое потом целый год, может быть, до Пасхи мы несем с собой. Это доброта, это любовь, это семья, это отношения к близким. У меня есть очень большое заветное желание. Я надеюсь, что оно исполнится. Радость выношу. А это можно как-то писать славу на ваш взгляд? Наверное, нет. Это там, в сердце. Вера, которая помогает нам идти по жизни. Человек без веры, в принципе, неполноценен. Верить нужно во что-то. Кыргызская 14-летняя девочка-ячурек, которая еще год назад собирала пакеты на рынке, чтобы прокормить свою семью, теперь помогает другим детям. Она стала волонтером и проводит бесплатные тренинги для своих ровесников. О том, как сбылись мечты, маленькая чурека в репортаже Джебек Бегалиевой. Сегодня чурек живет в теплой квартире. У нее есть еда, одежда и даже новенький компьютер. Я раньше в учебе была не очень. Теперь я чаще получаю пятерки. Еще год назад все было совсем не так. На Бишкекском базаре чурек собирала полиэтиленовые пакеты. Для того, чтобы купить еды своей семье и заплатить за жилье, девочка каждый день собирала до нескольких килограммов целлофана. Дворники гоняют нас, мы от них прячемся. Иногда они отбирают у нас пакеты, но мы ничего не можем сделать. Как-то два мальчика увидели, как мы работаем здесь и рассказали всем в школе. И мы поругались с ними. Когда про айчурек рассказали журналисты, помочь девочке захотели сотни людей. Ей отправляли деньги, звонили, писали из самых разных городов и стран. Благодаря этим людям некоторое время спустя айчурек вместе с больной мамой и младшим братом переехали в арендованное для них жилье. История с хэппи-эндом дошла до российских каналов. Готовишь тоже ты? Стираешь тоже ты? Да. Работа по хозяйству до сих пор лежит на плечах 14-летней девочки. Но справляется с ней айчурек играючи. Ходить каждый день на базар ей теперь не приходится. Теперь я провожу тренинги в Центре защиты детей на тему «Моя любимая семья». За работу здесь Айчурек не платит. Она волонтер. В Центр каждый день приходят десятки ее ровесников, которые так же, как она, когда-то оказались в сложной жизненной ситуации. Теперь, когда у нее самой все хорошо, говорит Айчурек, она хочет помогать другим. Главное зимнее развлечение жителей казахстанской столицы – ледяные городки. Местные скульпторы из льда построили горки и создали любимых сказочных персонажей. В этом году власти Астаны обошлись силами только казахстанских мастеров. Получилось не только дешевле, но и красивее, рассказывает Айнур Коскина. Ледяные горки вновь возвращаются в жизнь астанчан. Столица Казахстана, где зима без малого пять месяцев в году, буквально создана для зимних развлечений на свежем воздухе. Если раньше власти города не уделяли этому большого значения, то в конце прошлого года в Астане было возведено четыре больших городка и множество маленьких. Практически во всех микрорайонах. Главным украшением стали огромные часы на реке Исиль. Эти часы, можно сказать, уникальны, потому что они единственные в своем роде большие часы диаметром 17 метров, которые расположены на воде. В мире, если проводить аналогии, то часы, но меньшего диаметра, циферблатом, где-то порядка 15 метров, есть часы Колгейт, это на реке Гудзон в Соединенных Штатах Америки. Рядом с часами сидят любители подлёдного лова, а на горках катаются и взрослые, и дети. Вот такие горки построили у нас в Астане! Самые посещаемые горки на площади перед городским муниципалитетом. Это излюбленное место для коренных жителей Астаны, бывших целеноградцев. Любимая пора, год до зима. Естественно, как же без горки? Людмила Иванова приехала на освоение Целины в далёких 60-х. В её родной Перми ледяные горки были главным зимним развлечением для детей. Теперь бабушка водит на горки своего внука Севастьяна. В детстве мы очень часто катались на горках, когда были подростками. Но горки были такие самодельные, не такие красивые. Но, конечно, и тоже не было всяких вот таких вот на картонках катались, не было специальных вот таких средств для катания. Главным зимним городком страны называют площадку между торговым центром Ханшатыр и оперным театром. Именно здесь скульпторы дали волю своим фантазиям. Результат – необычные ледяные скульптуры. Только в сказочном городке могут рядом с героями казахских народных сказок сосуществовать смешарики, черепашки-ниндзя, герои мультфильма «Тачки». Рядом каток. Здесь тоже не протолкнуться. Я был на Ишиме и здесь пока не был. Но здесь нравится лучше, потому что здесь горки быстрее. Ну, как бы здесь больше горок. Возведение нынешнего ледового городка доверили местным мастерам. Жители столицы признают – композиция получилась какой-то особенной, по-детски доброй. Городки получились замечательные, красивые. Да и погода морозная позволяет детям проводить на них большую часть времени. Да, действительно, городки были выстроены своими силами, с участием наших художников, профессионалов. Ранее для подобных работ власти Астаны выписывали мастеров из Китая. В 2015-м только за работу китайские мастера получили 35 тысяч долларов. Но тогда погода сыграла злую шутку, и все разноцветные фигурки потекли. Во что год назад обошлось муниципальной казни создания всего ледового городка – неизвестно. Впрочем, и в этом году узнать, сколько потратили на зимнее чудо, также не удалось. Айнур Коскин, организатор «Спанов» – «Настоящее время». Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!